с добрым утром дорогие друзья я приглашаю вас в свою кухню и первое с чего я начинаю свой день это со стаканчиком минеральной воды чтобы приготовить минеральную воду в домашних условиях мы реализуем гималайскую соль с 92 органическими минералами необходимыми нашему телу я растворяю вот этот кусочек на пол литра воды развожу на стакан воды ППМ тестер который замеряет степень загрязнения воды сейчас мы посмотрим какая же у нас вода набираем из одного кранчика и из другого кранчика набираем ноль сколько мы тут имеем одиннадцать ноль одиннадцать опять ставим ноль а тут мы что имеем сто семьдесят четыре в школе по физике мы все проходили вот такой электролиз плюс-минус а нотка тот я хочу чтобы вы посмотрели поближе как это все происходит и включим по минутку если кто-то сомневается мы можем это делать вот чтобы не думали что это три какой-то вот что мы видим мы получили возможность увидеть воочию что происходит как молекула воды оттолкнула тяжелые металлы свинец артуть железо алюминий все это присутствует в воде потому что вода из вассерверков поступает по трубам это же так просто понять что мы получаем не питьевую воду где же взять нам питьевую воду мы идем магазин почему так сильно развита вот эта промышленность гитринг маркты строится на каждом шагу на каждом углу стоят гитринг маркты потому что люди понимают что они пьют не питьевую воду из крана одна вода стоит 19 центов другая вода стоит полтора ойра это уже о чем-то говорит какой же выход можем можно найти в этом случае я себе установил еще один кран дополнительный но он течет не из гор а течет из родничка который я установил под раковиной и теперь он приносит прибыль мне здоровье как видите он похож на компьютер и этот компьютер очищает разделяет грязную воду от чистой вот видите грязная вода уходит канализация то что надо но теперь самое время заварить чайку я десять лет искал хороший сорт чая но к сожалению оказалось что проблема не в сортах чая в качестве воды также относится этой к пище приготовления пищи и напитком это же так легко понять а теперь наливаем лайтунгсвассер водопроводную воду конечно же надо всполоснуть чайник который я купил два года назад и он выглядит сегодня как новый и будет служить мне еще очень очень долго также человек если он будет пить чистую воду он будет жить очень очень долго и оставаться молодым и красивым ну что же давайте теперь проверим что же мы многие не верят думают что там лучший вода в бутылках чем в кране давайте проверим вот эта новая бутылочка которую я купил в реформ хаузе лауретана называется горная вода но мы к сожалению живем в городах как ни странно 117 минеральная вода которую в основном реализуют в магазинах очень бойко ну а лауретану горную воду конечно не каждый способен миллионер приобрести 013 ппм вот это минеральная вода которую мы покупаем в магазине я уже конечно давно не покупаю потому что я понял что это такое и вот что несет нам такая вода забивается артерия инсульт и привет значит что меня подвинуло на это чтобы вести здоровый образ жизни во первых книга поль брега шокирующая правда о воде и соли очень много литературы я перелопатил чтобы отказаться от медикаментов потому что каждый школьник знает что такое таблеты которых присутствует до 20 процентов смертельных соединений 11 лет назад я приехал очень больным человеком с букетом очень многих заболеваний и врачи чем смогли тем и помогли но перепробовать всю аптеку и кушать таблеты у меня не было никакого желания очень много о воде уже лет двадцать бьет тревогу доктор медицины барбара хендель которая в своих книгах показывает какую воду пьют люди то есть водопроводная вода это ляйтунсвасар она никуда не годится и и готовить пищу на такой воде у меня больше нет желания и пить вот такой чай я не хочу больше я хочу еще пожить оставаться молодым и здоровым ни для кого не секрет что 150 летние люди живут в горах но мы с вами к сожалению живем в городах и обезопасить себя и своих детей от технократической грязи сможем только сами молекулы чистой воды способны проникать через полу не полупроницаемую мембрану фильтра их размер 0,0001 микрон никакой другой фильтр не спасет вас от свинца атом которого имеет размер 0,001 микрон человеческий организм состоит на 70 процентов из воды мозг на 90 сердце на 75 легкие 86 печень 86 почки 83 и кровь на 83 процента состоит из воды чтобы оставаться здоровым необходимо выпивать 2-3 литра чистой воды в день по данным всемирной организации здравоохранения водой передается 85 процентов известных болезней от которых ежегодно умирает 25 миллионов человек так какую же воду мы пьем какая вода нам нужна и как сделать так чтобы из питьевая вода из фактора риска вновь превратилась в источник жизни первая возможность это водопроводная вода из крана питьевая вода в пластмассовых бутылках долго не может сохраняться поэтому в нее добавляют различные добавки чтобы она не портилась а как эти добавки отразятся на вашем здоровье вот такую минеральную воду мы покупаем в магазинах и цены говорят сами за себя нам необходимо выпивать 3 литра живительной влаги минеральная вода среднего качества стоит 50 центов сутки одной персоне обходится в полтора ойра в месяц 45 семье из трех человек необходимо заплатить 135 вора в нашем же случае всего лишь навсего 26 на этой диаграмме показана возможность как можно избавиться от пожизненного кредита и всего лишь навсего через 72 месяца всю оставшуюся жизнь пить родниковую воду совершенно бесплатно при этом отпадает необходимость носить тяжелые ящики на пятый этаж сдавать пустую тару и тратить время зря и в итоге экономия денег